друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить и разбирать основные ключевые фундаментальные события влияющие на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал оставлять вопросы если такие имеются в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки ну что ж теперь давайте к делу начнем с глобальной оценки общего новостного фона чем мы работаем на утро торговой сессии вторника мы продолжаем работать с ухудшением ситуации вокруг коронавируса всемирная организация здравоохранения отметила и зафиксировала рекордный рост количества заболевших в мире 230 тысяч человек за сутки друзья страшная статистика очень много мы говорили по штатам я думаю что и продолжим говорить ведь штаты по сути это один из эпицентров распространения пандемии 66 500 общее количество точнее суточного до заражения за минувший день поэтому если вы смотрите наперед друзья если вы пытаетесь разложить для себя по полочкам влияние коронавируса на американскую экономику на отдельные сектора на рынок труда вы должны понимать что такая конъюнктура как складывается сейчас это то что в целом несет определенный риск для последствий экономического роста и если мы будем сравнивать не сопоставлять текущие угрозы с которыми столкнулась мировая экономика экономика сша например с динамикой фондовых индексов nasdaq dow jones snp вы поймете что очень слишком высоко задрали эти индексы и они явно находятся сейчас на не тех уровнях на которых должны находиться и также мы говорим о росте напряженности в отношениях между сша и китаем продолжающиеся трения по торговой сделке по гонконгу это тот новостной фон который усиливает негатив связанные с последствиями пандемии добавляет еще один вызов для перспектив мирового экономического роста напомню что в пятницу трамп сделал конкретное заявление о том что не рассматривает в качестве возможной вторую фазу торгового соглашения между пекином и вашингтоном и все это следствие того что очень сильно испортились отношения из-за коронавируса поэтому сейчас опять же если в эту тему углубиться мы поймем что а страны балансируют на возможности невозможности сохранения торгового перемирия хотя многие эксперты считают что уже концу 2020 года когда начнется предвыборная гонка трампа очень сильно усилится антикитайская риторика и мировая экономика и мы как трейдеры инвесторы столкнемся с прежней проблемой которая раньше кошмарил рынке это торговая война непосредственно возобновившаяся между ведущими экономиками мира торговая война которая охватит почти 10 процентов мирового товарооборота на этой ноте давайте посмотрим на рынок нефти 41 79 сейчас бренд корректируется второй день подряд жаль что я вышел из позиции но всех денег не заработать друзья я буду искать возможности для продаж и полагаю что если я и примкну снова к сделкам коротким то уже после того как пройдет заседание опек она состоится уже собственно завтра и пожалуй для рынка нефти сейчас это ведущая тема может быть трейдеры начинают как раз корректировать собственными силами нефтянку потому что закладываются под возможный пересмотр текущего соглашения энергетического пакта уже известно что россии с авдовской аравии поднимут или подняли вопрос о том что необходимо увеличить производство нефти на 2 миллиона баррелей в сутки если мы сопоставим собственно вот это предположение и возможность пересмотра сделки с тем соглашением который действует то в августе объем совокупного снижения странами опек плюс будет уже не 9 и 7 миллиона баррелей а 7 и 7 миллиона баррелей в сутки я допускаю друзья то что это в конце концов на фоне подабленного спроса который остается таковым вспомните последний отчет международного энергетического агентства который зафиксировал падение спроса до девятилетнего минимума дополнительный приток прирост предложений еще или с ливийскими поставками это снова сделает вот этот рассинхрон очевидным между спросом на предложение может быть все это время рынок ждал как раз когда изменится вот это подобие балансового состояния смесь сместиться на в пользу большего предложения возможно друзья об этом мы узнаем уже в эту среду поэтому я на стороне тех кто продает нефть причин для этого очень много а вот причин для покупки ну разве что оптимизм оптимизм что завтрашний день будет лучше вчерашнего я думаю что это недостойное фундаментальное основание особенно если строить средние долгосрочные ожидания по этому активу индекс доллара 96 51 мы в длинных позициях под конец вчерашнего дня американская валюта развернулась поддержка для доллара из-за его защитных свойств обусловлено коронавирусом влиянием пандемии на американскую экономику то что я сейчас сказал в плане отношений сша и китаем и ожидания друзья данных по роничным продажам и базам индексу потребительских цен кстати данные по инфляции выйдут сегодня уже в 1530 по московскому времени по прогнозу индекс потребительских цен базовое значение может показать рост на 0,1 процент это общий показатель в годовом выражении то есть и как вы видите нет ровным счетом никакого риска для инфляционного давления из-за чего можно было бы продавать сет доллар поэтому нужно держать ланги по крайней мере пока держится уровень 95 70 по индексу американской валюты золото 1797 по сути мы скорректировались в район 1800 по идее хорошая возможность зайти в длинные позиции да это очень рискованные предприятия сейчас на корректирующимся рынке ставить также стоит консервативные стопы я думаю что 1790 если все-таки золото окажется ниже сделки нужно будет выйти и дальше уже посмотрим как будто постоять дела но по золоту только лишь позиционные длинные позиции поскольку мы сейчас следим за доходностью американских облигаций и из-за риска того что десятилетки так и будут оставаться на отрицательных территории по доходности это конечно же то что будет стимулировать сохранение со стороны институционалов интерес именно к золотому активу и те глобальные риски которые не раз уже были озвучены это то что также поддерживает золото доллар канадец друзья мы очень лихо вчера развернулись молодцы тех кто держал вместе со мной длинные позиции сейчас но в 136 20 я думаю что еще не вечер до конца сегодняшнего дня на снижение рынка нефти мы доберемся до планки 136 50 завтра еще заседание банка канады и на этом сможем продавить сопротивление 137 евро против доллара 1 1341 присмотритесь к уровню 1 1350 очень перспективное сопротивление от которого можно сыграть на отбой разумеется вниз и сейчас когда индекс доллара восстанавливается если сопоставить общий слабый европейский фонд с ожиданиями по росту доллара европейская валюта легко может уйти там в перспективе ближайших полутора двух недель снова к отметке 1 12 на этой неделе у нас заседание европейского центрального банка в четверг и в пятницу и субботу саммит и ес ну ближе к делу уже об этих событиях поговорим детальнее фунт против доллара тоже мощная коррекция больше чем на 100 пунктов а сегодня кстати по британцу блок статистики мы ждем в 9 00 по московскому времени промышленное производство и ввп чем хуже выйдут данные друзья вероятность этого очень высока а тем больше у нас будет шансов продолжить акты активно отыгрывать идею стимулирования монетарной политики британского регулятора на следующем заседании то есть мы ждем по итогам июля расширение программы количественного смягчения еще на 100 миллиардов фунтов ну и конечно же никуда не деваются риски брекзита на этом собственно все большое всем спасибо за внимание хорошей торговой сессии всем пока